Мы Крым чёрнят! Мы Крым чёрнят! За моей спиной сотни людей. Все они пришли сюда, чтобы принять участие в презентации крупнейшего в Крыму спорткомплекса. Мы приехали сюда задолго до официальной церемонии открытия, а сотни желающих ещё днём организовали очередь, чтобы стать участниками исторического события. Всего арена Крым включает в себя пять футбольных полей. Три больших, стандартных и два мини. Местные футболисты, уже успевшие пробовать новый газон, уверяют, качество покрытия высокое. В Крыму, наверное, это сейчас на данный момент искусственное поле самого высокого качества. Это очень хорошее поле, тут много людей можно играть. Очень большое, но очень красиво. Очень хорошая арена Крым. Тут много мест для людей, может поместиться огромное количество людей. Изумительно, у нас поля последнего поколения. Всё сделано на высшем уровне. Всё для детей, вот для них. Качество поля оценил и председатель Госсовета Республики Владимир Константинов. Именно он и забил первый гол в новые ворота. Удар! Гол! Крым всегда славился достижениями в соревнованиях на мировом уровне. Строительство нового комплекса «Арена Крым» – первый серьёзный шаг для того, чтобы восстановить спортивную базу Республики. Базу восстановить сегодня можно, идя несколькими направлениями. Одно из них, конечно, это строительство бюджетных учреждений, чтобы дети могли заниматься спортом на бесплатной основе. Сегодня большая часть населения, большая часть детей не в состоянии оплачивать свои занятия спортом. Но мы приветствуем и любые инвестиции в спорт. Для того, чтобы найти новых юных талантливых спортсменов, которые поднимут крымский футбол на мировой уровень, на базе спорткомплекса 15 сентября откроют футбольную академию, бесплатную для детей. Мы готовы принять всех наших деток, ну а потом уже с каким-то время мы будем уже дозировать. Те, кто будут достойны больших, уже будут стипендии, а те, что это, будут просто оздоравливаться на нашем комплексе. Николай Гритюк – поклонник футбола, как и его сын. Поэтому, как только услышал, что теперь и на полуострове будут готовить профессиональных футболистов, долго не думал. Сразу же решил подарить сыну новое хобби, а может быть и будущую профессию. Поле нравится просто шикарно вообще. По большому счету, только вот мы узнали, записался на секцию футбола. Все прекрасно, я очень доволен, потому что такого у нас еще в городе не было. Весь комплекс вмещает в себя 2500 мест, 12 раздевалок и высококачественное освещение полей. Но одно из главных его достоинств – то, что он находится в Крыму. Ведь в Министерстве спорта России уже успели оценить преимущества местного климата. Безусловно, климат Крыма очень интересен. Здесь уже есть база по паралимпийским видам спорта. Идут переговоры о том, чтобы здесь построить федеральную базу, сюда привозить федеральные команды, то есть олимпийские сборные, паралимпийские сборные. Крым очень нужен нам. В ближайших планах инвесторов – строительство семиэтажного многофункционального развлекательного гостиничного комплекса возле новых футбольных полей. Дмитрий Попов, Сергей Евсеев. Время новостей Евпатория.